я в ролике про золотые глобусы удивлялся тому что в номинации лучшая женская роль в мюзикле или в комедии двум вещам собственно удивлялся что в эту номинацию попала мария бокалова за роль во второй части борота поскольку мне эта роль показалась достаточно слабой ее выступление неубедительный и второе мое удивление было в том что приз в итоге получила разамунда пайк то есть я об этой актрисе ничего плохого сказать не могу но мне всегда казалось что она не из тех кто впечатляет своими актерскими работами до такой степени чтобы ей призы давать на самом-то деле она до этого уже номинировалась дважды на золотой глобус это соответственно третий уже ее заход и наконец-то удачный в этой номинации в этот раз у нее были соперницы мишель фейфер аня тейлор джой и кейт хадсон и в общем-то меня любопытство разобрало что же такого сыграла разамунт пайк что вот ей все таки досталось досталась победа в номинации лучшая женская роль именно в комедиях или мюзикле и собственно я сегодня поторопился ознакомиться с этим фильмом с этой ее работой фильм называется если по английски на языке оригинала называется а кайкер элот что можно перевести дословно я много забочусь я много беспокоюсь и сюжетно это действительно оправданно она играет женщину которая берет на себя опеку за старыми немощными людьми которые там в деменцию впали которые не могут за собой поухаживать но фишка в том что она это делать не по доброте душевной потому что соответственно все имущество этих старых пожилых людей судебном порядке передается под ее ведомство и хоть она там как бы наследством не может управлять там основными какими-то средствами этих людей но она во первых может из них себе зарплату начислять по закону ну и какие-то махинации все равно проделываются имуществом этих опекаемых ею якобы людей и это позволило в российском прокате дать фильму название аферистка поскольку она действительно ведет проводит такие аферы ну что сказать про роль действительно любопытная роль она играет такую жесткую жесткий характер коварный расчетливый и при этом очень смелый смелый да просто до безумия до какого-то по ходу пьесы она значит встречает противника себе под стать очень опасного очень жесткого не буду раскрывать все тайны все секреты фильм смотрится увлекательно роль действительно интересная я бы не сказал что прям уж на золотой глобус она играла но видимо там у остальных актрис еще побледнее были работы а тут роль то достаточно яркая но я бы не сказал что там какие-то требовались от нее ну вот умения из эмоции в эмоцию переходить например то есть вот такие вот вещи да она отлично сыграла убедительно но все-таки я бы не сказал что это какая-то великая прямо роль и даже удивительного что еще меня удивило то почему именно разом уди пайк досталась награда это то что самому фильму ставят достаточно низкие оценки то есть если посмотреть на им деби там оценка выше чуть больше 6 конечно зависит от жанра но тут жанр криминальной комедии и для такого жанра конечно это низкая оценка посмотрев фильм я продолжаю удивляться почему такая низкая оценка фильм по моему достоин большей оценки вполне заслуживает я сам с некоторой натяжкой ему поставил 8 и вот сейчас пытаюсь понять вообще что же так смутило зрителей почему они накидали ему этому фильму низкие отметки ну меня есть два объяснения этому во первых возможно кто-то воспринял этот фильм как ну такое воспевание как раз вот расчетливых коварных характеров потому что героиня по ходу фильма она еще и морализаторством занимается и причем морализаторством то таким вот но отвратительным собственно античеловечным она делает себе деньги карьеру за счет стариков за счет людей которые не могут за себя постоять и еще и декларирует это такими фразами что я вот мол считаю что люди делятся на тех у кого берут и тех кто берет так я вот значит львица я там буду всех забирать и может показаться особенно людям которые не привыкли к понятию антигерой могло видимо показаться что фильм как раз воспевает такое поведение на самом деле это не так достаточно финал посмотреть чтобы понять что ничего подобного но действительно героиня получилось хоть и мерзенькой но и вместе с тем обаяние актрисы передалось героине все равно и в какой-то момент и сопереживать начинаешь и действительно какой-то части зрителей могло вот сложиться такое возмущение что как смеют такие вот значит антиморальные антигуманные вещи воспевать на самом деле фильм это этим занимается совершенно вот второй момент который я думаю ну начинаю подозревать почему у фильма низкие оценки это то что набежали российские зрители русские зрители возмущенные тем что опять русофобию разводят и все такое прочее и просто заминусовали фильм дело в том что вот этот самый твердый орешек ну чуть-чуть спойлер сделаю тот самый опасный противник с кем сталкивается героиня розамунт пайк это очень русская мафия и естественно у кого-то начинает возникать время просмотра негатив что вот мол опять русских мафиозными страшными показывают с одной стороны да это уже как бы такой штамп приевшийся с другой стороны ну если извините россия себя показывает с такой вот теперь стороны не дает положительные примеры то понятно в голливуде начинают сплошных русских бандитов показывать сплошную русскую мафию и в лучшем случае русских шпионов вот в данном случае русский шпион точнее русский мафиози да кажется что действительно разница уже никакой нет в этот раз он получился ну таким не картонным совершенно играет его любимец публики питер динклейдж играет как обычно у него это получается великолепно с одной стороны это такой очень жесткий действительно опасный холодных нет хладнокровным хладнокровным его не назвать но опасный человек с другой стороны он трогательно любит свою маму там для безумия ну то есть тоже нельзя сказать что его прям черной краской одной нарисовали там какие-то есть моменты где тоже начинаешь и за него тоже переживать и даже сочувствовать почему он начинаешь и вот я не знаю у кого у кого-то возможно больше сочувствия вызовет именно он а не главная героиня но это во первых почему не стоит обижаться якобы это русофобия то есть ну да мафии показали русских но все-таки такой мафии это достаточно харизматичный вот а с другой стороны тут больше то высмеивается а фильм это комедия напомню и даже в какой-то степени сатирическая комедия так вот тут то высмеивается эта ситуация когда грубая брутальная сила русской мафии сталкивается с расчетливой хладнокровной совершенно хладнокровной коварной американкой то есть такой американский подход к жизни да вот тут можно рассмотреть вот именно такое столкновение трактовать фильм как столкновение русской брутальной силы русского криминала и американской вот этой расчетливости и понятно что фильм то снят для того чтобы вы вы смеете именно американскую расчетливость покритиковать ее русская мафия тут понадобилась именно для того чтобы ну какой-то противовес составить серьезный вот этой расчетливости да то есть тоже нельзя тут однозначно никак трактовать что это русофобское кино отнюдь нет совершенно нет то что антиамериканское кино больше в большей степени чем российская анти русская так что вполне можно рекомендовать фильм по поводу золотого глобуса на поскольку остальные роли номинанток не видел кроме этой болгарки и кроме розамунт пайк то тут мне как бы судить сложно ну из этих двоих я бы точно конечно розамунт пайк дал по моему сработало отлично тем более раз она уже дважды номинировалась и ничего не получала то ну по справедливости ей когда-то уже должно было повезти и вот повезло в этом году вот можете посмотреть фильм думаю не пожалеете и может оценку ему поднимите на киносайтах потому что действительно на мой взгляд незаслуженно опустили фильм до конечно не самая низкая оценка 6 все таки это не 4 какие нибудь да но все таки по моему по моему стоит ему поднять рейтинг если не видели смотрите в русском прикрытие называется афериска на языке оригинала называется i care a lot я вот красное здание пожалуйста в общем все я отключаюсь надеюсь что меня хорошо слышно в отличии от ролика про золотые глобусы где меня совершенно заглушала стрекочущая камера точнее стрекочущий прожектор все пожалуй закрепляюсь прожил